всем говорю еще раз привет спасибо что присоединились все остальное думаю смогу посмотреть записи сегодняшний вебинар у нас посвящен еще одной теме связанные с продвижением сайтов поисковых системах и так как наша целая аудитория на цену все-таки на некоммерческой организации на общественные инициативы мы будем говорить в том числе то есть мы начнем с простого и закончим более сложным в начале я немножко стандартные вещи расскажу а потом передам слову нас будет приглашенный спикер и это минут через три наверное произойдет а сначала расскажу следующее меня все еще зовут алексей ницца я являюсь ивент редактором цеплиц и социальных технологий что да да окей а так а если вас есть Если есть какие-то вопросы, все, что связано с вебинарами, с мероприятиями, я с радостью отвечу. Здесь потом можно будет скачать презентацию и все ссылки кликабельные. И в двух словах, если вы смотрите в записи, чтобы было понятно контекст, кто мы такие. Мы являемся образовательным проектом «Теплица социальных технологий». Это образовательный проект, который связан с две целью аудитории. С первой стороны, это некоммерческая организация, общественные инициативы. И с второй стороны, это разработчики, дизайнеры, это специалисты, которые владеют какими-то IT-науками. И мы разные способы мы их сталкиваем друг с другом, чтобы получилось что-то продуктивное, новое и интересное. Мы проводим как оффлайн-мероприятия, так и омайн-мероприятия, например, вебинары, такие как этот вид, пишем много материалов и статьи на нашем сайте. Очень рекомендую подписаться, если вы этого еще не сделаете, не сделали. И в социальных сетях нас тоже легко найти. Мы везде сложатся полиции в ВКонтакте, в Фейсбуке, в Ютубе и так далее. И еще пару слов скажу о том, что мы создаем достаточно много контента, проводим мероприятия, мы их записываем, поэтому очень рекомендую подписаться на наш канал на Ютубе. Он действительно содержит много интересного. Во-первых, вот эта ссылка, вы, если подпишетесь, еще поставите себе галочку «Получать уведомления», это будет вообще здорово. Вы сможете тогда прямо не пропускать ничего интересного. И хочу сделать акцент на двух плейлистах. Естественно, это запись вебинаров, потому что мы проводим сейчас уже три вебинара в месяц. Это накопилось достаточно много. Как видите, на этой картинке там уже 55, на самом деле уже 61, по-моему. Ну, кстати, вот здесь верхний вебинар, это программа «Инфодонор» Google Гранты. Как раз очень рекомендую вам в контексте этого вебинара посмотреть ту запись, что там говорилось, тоже много чего полезного. Звука нет вообще. Кто меня слышит, окей. Кто-то меня слышит хорошо? Да, окей. Если хоть один человек меня слышит, это значит, что система окей работает. Двигаемся дальше. И второй, прошу прощения, второй плейлист – это записи видеоуроков. То есть это такие небольшие видео, где показывается, как пользоваться каким-то сервисом, рассказываются какие-то вещи более понятным простым языком, что такое SEO, как там, например, UTM-метки установить и так далее. Это буквально там за 3-5-7 минут вы можете быстро разобраться в какой-то теме, которая вам была незнакома. Поэтому очень рекомендую подписаться. Двигаемся дальше. И сегодняшний вебинар посвящен глобальной теме. И тем звучит, как, собственно, как продвигать сайт НКО. Если вы имеете свой сайт, и в том числе даже если не коммерческая организация, а коммерческая, вам тоже будет интересно, если вы об этом ничего не знаете. То есть главная цель, да, вот рассказать о тех возможностях, которые существуют для некоммерческих организаций, чтобы о их деятельности, их сайте узнало больше людей, и чтобы их работа была более эффективной. И сегодня будем говорить в контексте сервиса Google AdWords. Это вообще на самом деле набор инструментов. Это не один инструмент, их достаточно много. И чтобы было понятно, как это, что это, мы начнем с самого простого, да, а потом немножко усложним и перейдем к сложному, покажем, как это работает. Еще несколько слайдов. Хочу обратить ваше внимание на следующее, что вообще есть у Google рекламные гранты для некоммерческой организации. Это не только рекламные гранты, но и, например, приложение Google вы можете использовать. Также, то есть если вы по юридической форме своей являетесь некоммерческой организацией, то очень рекомендую зайти вот в этот раздел и посмотреть вообще, что у вас, какие возможности есть, чем вы можете воспользоваться от компании Google. Там все на русском языке, опять же, удобно посмотреть. И еще несколько слайдов. Рекомендую очень вот эти разделы посмотреть. Это начало работы, где расписано просто, что это такое. И два более таких технических раздела, где прям есть непосредственно руководство о том, как создавать аккаунты. То есть вот мы сегодня будем об этом говорить, но если там упорядоченно это сделать, то можно посмотреть именно руководство от Google. И еще у нас был вебинар, о котором я вскользь сейчас сказал. Это вебинар был посвящен инфодонору. Это организация, которая предоставляет в России гранты рекламные от Google. То есть если вы некоммерческая организация, можете списаться от организации инфодонора и узнать, как получить этот грант. И что дает грант? Грант дает вам виртуальные 10 тысяч долларов, которые вы можете тратить на продвижение своего сайта для некоммерческой организации. Запись вебинара есть. Опять же, там есть презентация. Тоже можно посмотреть. Полезно будет. Да, и, наконец-то, уже хочу передать слово нашему спикеру. Это я Людмила Розова, которая является руководителем рекламного отдела интернет-агентства Creative. Если меня сейчас Людмила слышит, я прошу тогда включить звук и камеру. И я передаю, собственно, слово. Меня видно, слышно? Да, я слышу, вижу. Значит, я тогда все умолкаю. И да, если какие-то будут вопросы, я буду просто включать звук и что-то комментировать. Все, тогда я передаю слово. Хорошо, спасибо. Спасибо Алексею за подробную информацию. Меня зовут Людмила Розова. Еще раз представлюсь. Руководитель рекламного отдела интернет-агентства Creative. Наше агентство занимается настройкой контекстной рекламы уже более семи лет. Мы настраиваем контекст как в Яндекс, так и в Гугле. Секундочку, я сейчас подгружу презентацию. Все видно? Все. Давайте поподробнее расскажем. Точнее, сегодня что мы будем рассматривать? Пока не видно, нажать. Людмила, пока не видно, там надо нажать, начать демонстрацию. Да, секундочку, Алексей. Все, сейчас видно? Все хорошо? Да, теперь окей. Так, сегодня мы рассмотрим вообще, что такое Google, в частности, Google AdWords. Рассмотрим возможности Google AdWords и настройку рекламной кампании, первая рекламная кампания в Google AdWords. И затронем немножко Google Express. На данный момент Google является одним из лидеров в поисковых системах и позволяет вам настроить контекстную рекламу на потенциально заинтересованных ваших пользователей, используя ключевые слова, геотаркетинг и всевозможные другие таркетинги. То есть, что это вообще такое? Когда в поисковой системе пользователь набирает ключевую фразу, которая его интересует, либо это товар, услуга или еще что-то, и она присутствует в вашей рекламной кампании, идет выдача, как поисковая выдача, так и контекстная реклама. Контекстная реклама может быть двух уровней. То есть, выдача спецразмещения, это первые три строчки, и гарантия, последние три строчки. После того, как пользователь увидел ваше объявление, заинтересовался, он кликает по нему и с вас списывается цена за клик по этой ключевой фразе, ну и, соответственно, по этому объявлению. Пользователь попадает на ваш сайт и совершает какое-либо действие, которое вам необходимо, если его, к примеру, это все заинтересовало. Ой, перескочила, секундочку, извините. Возможности и преимущества рекламы именно в Google AdWords – это то, что вы показываете, как я говорила, заинтересованным пользователям вашу рекламу, можете это все в рекламной кампании настроить. Вы также можете возвращать людей, которые заходили уже на ваш сайт. Это все, возможно, будет настроить в рекламной кампании. Также вы можете контролировать ваш расход на рекламную кампанию. В любой момент времени вы заходите, смотрите, сколько у вас потратилось денег, сколько потратилось денег на ту или иную ключевую фразу и так далее. Можете эффективно распланировать ваши рекламные кампании и получать по ним статистику. Об этом мы немножко попозже поговорим. И одно из очень больших и главных преимуществ Google в том, что вы охватываете, помимо пользователей, которые пользуются поисковой системой на дисктоптах, ну, на компьютерах стационарных, либо там на ноутбуках, вы еще охватываете огромный трафик тех пользователей, которые пользуются мобильным интернетом. Google на данный момент вообще лидером является по мобильному трафику, поэтому если вам интересно получать именно пользователей, которые пользуются смартфонами, планшетами и так далее, то я рекомендую настраивать рекламу именно в Google и в частности в Google AdWords. Так, рассмотрим форматы рекламы, которые присутствуют вообще в Google AdWords. Это могут быть как текстовые объявления, которые показываются в поисковой системе Google, также и в КМС. Что такое КМС? КМС – это контекстно-медийная сеть Google, которая представляет из себя множество сайтов-партнеров, которые используют приложение Google и поисковую систему Google. Дальше есть медийные объявления, которые показываются в КМС, в контекстно-медийной сети Google. Также есть видеореклама, которая показывается на YouTube и на всех сторонних сайтах, которые поддерживают просмотр видеороликов YouTube. Они показываются по формату TrueView, то есть оплата за просмотр. К примеру, вы все наверняка набирали и просматривали какие-либо видео в YouTube, и при просмотре какого-либо видео вы можете увидеть о том, что сначала идет реклама. Так вот, если вы как-то с этой рекламой взаимодействуете, кликаете, либо вы просматриваете ее до конца, либо до определенного момента, определенной секунды, то за этот просмотр списывается цена за показ. Если же никаких этих целевых действий не происходит, то все нормально, просто закрывают пользователи, с вас деньги за это не снимаются. Более подробно, как выглядит каждая реклама. Сейчас секундочку покажу. Вот как выглядят на поиске текстовые объявления. Вот как они выглядят на поиске самого Google. Как они выглядят в контекстно-медийной сети. То есть получается заголовок, потом текст объявления и всевозможные расширения для объявления. Чуть подробнее об этом попозже. Так, вот как показывается медийная реклама. По поводу медийной рекламы. Бывают шаблонные баннеры. Вам не нужно использовать дизайнеров при создании данных баннеров. Вы можете воспользоваться шаблонами, которые предоставляет Google. То есть в Google AdWords это все присутствует. Вы можете загрузить свой логотип, туда правильный текст, телефоны и так далее. И есть баннерная реклама. Она может быть анимированная, как угодно. То есть вы используете дизайнера, рисуете определенные шаблоны, определенные фишки к этому баннеру. Здесь вот показана сначала одна картинка, потом вторая, потом третья. Да, Алексей, что-то он у нас. По-моему, прыгает он. Вы просто нажимаете на соседнюю кнопочку, которая... Ну и видеореклама. Да-да-да, я уже поняла. Простите, я нашел мнение. И видеореклама. Я приншот сделала небольшой на YouTube, когда какой-то ролик просматриваете, вот она появляется, реклама. Вы можете... Вы либо ее полностью просматриваете, либо через какое-то время можете завершить. Так. Посмотрим, что такое вообще аккаунт в Google и что он предоставляет. Аккаунт в Google имеет один логин, то есть адрес электронной почты, и один пароль. После того, как вы его зарегистрировали, вы можете пользоваться всеми сервисами Google, которые он предоставляет. И нужно будет ответственно подходить к созданию аккаунта, потому что если вы в каком-либо приложении изменили электронный адрес или изменили пароль, то он изменится везде. Также этот аккаунт в Google вы можете использовать в работе на планшете и на телефоне. Он единый, то есть независимо от того, на компьютере вы смотрите какие-то там свои приложения, либо вы на телефоне смотрите, вы все те же самые данные видите у себя. То есть они не копируются, то есть они собираются вот там, вот там, везде вы можете посмотреть, и все будет едино. Структура аккаунта Google AdWords. Как я говорила о том, что есть аккаунт с уникальным электронным адресом, электронной почтой, паролем и платежными данными. Это все вносится. Под аккаунтом Google вы можете создавать множество рекламных кампаний. Как одну рекламную кампанию, так и десятки рекламных кампаний. Под рекламной кампанией вы создаете группу объявлений, где включены ваши ключевые слова, места размещения, а также объявления. Более подробно об этом мы, когда будем создавать аккаунт Google AdWords, я вам подробнее расскажу. Ну и приступим к самой настройке аккаунта. Аккаунт на Google AdWords. Секундочку, я сейчас переключу демонстрацию рабочего стола. Переходим по ссылке на adwords-google.com. Нажимаем. Сейчас он загрузит это все. Вы заходите под своим логином и паролем. Секунду. Подключила. И попадаете в настройки аккаунта Google. Так, у вас автоматически определяется тот электронный адрес, который используется в самом аккаунте Google. То есть он подцепляется в Google AdWords. Здесь вам нужно будет заполнить ссылку на ваш веб-сайт либо на определенную страницу, которую вы хотите рекламировать. Ну, я, например, возьму нашу страницу. Раз мы о контексте говорим, то возьмем контекст. Желательно поставить галочку возле «Да». Вы хотите получать персональные советы, рекомендации, потому что это вам впоследствии позволит более эффективно настраивать вашу рекламную кампанию, править ее и всевозможные фишки, которые появляются в Google, использовать для своей рекламной кампании. Так, нажимаем «Продолжить». Продолжается все. Чтобы у нас не сильно понадобилось, я буду еще введен. Так, приступаем к настройке вашей первой рекламной кампании. В первом блоке мы определяем дневной бюджет ваш, сколько денег вы готовы тратить в день, и все зависит от ваших потребностей, хотений и желаний. Но мы пока еще не знаем, сколько у нас денег будет тратиться, поэтому выставляем, к примеру, 100 рублей в день. Потом это все, возможно, будет изменить, естественно. И вам Google сразу здесь дает расчет, исходя из тематики вашего сайта. Что-то он хочет давать этот расчет. Ну, вот здесь вот должно появиться расчет, сколько вы получите показов по вашему сайту, и сколько вы получите кликов с бюджетом 100 рублей в день. Может, попробуем увеличить? Может, он расчет вам сделать? Так. Может, это не хочет. Не хочет, но впоследствии посмотрим. Далее вы выбираете вашу целевую аудиторию. Местоположение ее. Вы можете выбрать как Россию, так и другие какие-то либо страны, если у вас англоязычный, там, еще какой-то сайт. Выбираете. Либо вы можете выбрать вплоть до города присутствия. То есть выбираете здесь, набираете город, он вам выдает. Ставите. Ну, мы выберем Россию. Все. Делаем сохранить. Далее мы выбираем сети. То есть где ваша будет рекламная кампания показываться. Я вам рекомендую для первой вашей рекламной кампании использовать поисковую сеть и контекстно-медийную сеть. Это позволит вам охватить большее количество пользователей, которые заинтересуются вашей услугой или товаром. Для того, чтобы нам дальше продолжить, нам нужно выбрать ключевые слова или ключевое слово. В зависимости от того, какая тематика вашего сайта, который вы вносили ранее, Google вам предлагает определенные ключевые слова. Вы можете их все оставить. Впоследствии вы можете их поправить. Вы можете какое-то одно ключевое слово оставить. Ну, вот мы оставим одно ключевое слово, которое нам не будет мешать в дальнейшем настройке рекламной кампании. Да, кстати, вы можете помимо того, чтобы... Вкратце два слова о том, вообще, что такое ключевое слово. Может, просто... Да, хорошо. ...непривиально. Ключевое слово, но я хотела немножко попозже об этом поговорить, но раз вы задали такой вопрос. Ключевое слово – это та фраза, которую пользователи набирают в поисковой системе, в частности, Google. То есть берется определенная статистика за определенный период, и если фраза пользуется популярностью, то есть ее пользователи часто запрашивают, то вы можете по ней статистику посмотреть и использовать ее в рекламной кампании. Потому что, к примеру, есть такие ключевые слова, которые низкочастотные. Что такое низкочастотные? То есть по ним мало показов и мало кликов. И, к сожалению, к счастью, Google их торгает, то есть в любом случае вы настроить по ним рекламную кампанию не сможете. Немножко объяснила? Алексей? Да, да, да. Так, секундочку. Понятно, нет? Да, да. Все. Хорошо. Помимо того, тех ключевых слов, которые предлагает Google, вы можете внести свое ключевое слово. К примеру, если у вас уже составлено семантическое ядро, которое мы поговорим немножко попозже. Делаем. Сохранить. И сейчас вам нужно будет выставить ставки по этому ключевому слову. Так, я сейчас проверю, все ли нормально. Да, здесь вы можете выставить ставки по тому ключевому слову, которое вы внесли в рекламную кампанию. Я вам советую все-таки на первоначальном этапе при настройке вашей первой рекламной кампании выбирать автоматическую стратегию, где Google сам назначает вам ставку за это ключевое слово. Потому что вы на данный момент, возможно, не знаете, какую ставку вы готовы платить. Возможно, она будет меньше той ставки, которую поставили ваши конкуренты, и вы просто не будете показываться. Поэтому ставим все-таки автоматическую стратегию и получаем максимальное количество кликов в рамках заданного вашего рекламного бюджета, который мы задавали немножко ранее. Делаем. Далее нам предлагают, и это необходимо будет, составить текст объявления для вашей ключевой фразы, которую мы оставили. Заполняем целевую страницу. Что такое целевая страница? Это та страница, на которую по вашему объявлению должен попасть пользователь. У сайта, как вы знаете, может много-много страниц быть. Если мы будем по контекстной рекламе, к примеру, посылать пользователя на главную страницу сайта, он просто уйдет оттуда. Потому что пользователь привык как? Я хочу увидеть товар, который, или услугу, которую я сейчас в данный момент ищу. И он не будет срыться на вашем сайте и искать, где закладка, где эта страница. Поэтому для каждой ключевой фразы вам необходимо настроить именно ту целевую страницу, ту посадочную страницу, которая необходима. Мы ее здесь указали. Далее идет заголовок. Заголовок объявления должен быть релевантен той фразе, которая используется у вас в рекламной кампании. То есть в ключевом слове. Если вы взяли интернет-рекламу, то в заголовке должна звучать эта фраза интернет-реклама. Если вы, к примеру, взяли фразу «настройка контекстной рекламы», то в заголовке должна быть «настройка контекстной рекламы». Для того, чтобы пользователь быстро увидел вас, понял, что я правильно набрал, правильно, ну, то есть мне это интересно, и кликнул. Ну, к примеру, раз у нас интернет-реклама, мы убираем. Далее Google нам позволяет... Второй заголовок использую. Здесь вы можете написать ваше преимущество перед другими конкурентами, там, какую-нибудь скидку, какую-нибудь акцию, которую вы предлагаете. Мы, к примеру, используем, ну, там, быстро... Да, еще обратите внимание, что каждый заголовок, он имеет определенное количество символов, в которых вы можете уложиться, в том числе и пробелы, поэтому длинные заголовки вы не можете делать. Дальше мы заходим в описание объявления, где вы можете указать сроки выполнения вашей услуги, я не знаю, там, к примеру, цену за ту услугу или за тот товар, который вы предлагаете и так далее. Он также ограничен определенным количеством символов, указанного 80. Мы напишем там... Ну, вы можете в своих объявлениях, естественно, продолжить, но мы слишком сильно не будем заострять на этом внимание. Делаем сохранить. Так, все, ваше текстовое объявление для этой ключевой фразы создано. Далее продолжим, сохраняем и продолжим. А, Людмила, вопрос. Следующая закладка. Людмила? Да. Вопрос. Если ключевых слов несколько. Да, тут нужно понимать... Более подробно я похоже поговорю, но еще раз, если вы сразу решили в самом начале настройки аккаунта Google AdWords много-много ключевых фраз использовать, я все-таки вам предлагаю пока одно объявление составить, слишком сильно не заморачиваться именно в настройке аккаунта Google AdWords. Лучше в самой системе AdWords это все делать. Поэтому пока создайте только одно объявление. А в дальнейшем при работе с системой Google AdWords вы сможете создать множество объявлений для множества ключевых фраз. Ну, хорошо. Так, далее продолжим. Мы переходим в закладку «Ваша первая рекламная компания» и в частности «Платежная информация». К этой закладке я рекомендую вам подходить очень ответственно, потому что кое-какие параметры вы впоследствии не сможете изменить. В частности, страна-получатель счета. То есть если вы находитесь в Российской Федерации, вы указываете Российскую Федерацию. Если вы находитесь еще где-то, то вы указываете именно то, где вы находитесь. Google вам предлагает. Далее. Часовой пояс. Обязательно определить, где вы находитесь, и вы это определенно не сможете дальше изменить. То есть тоже ответственно мы укажем Москва. Далее. Есть поле «Промокод». Что такое промокод? Google предлагает всевозможные промокоды, которые вы можете получить посредством связи со специалистом Google, либо в интернет-агентствах, где вы там настраиваете. Ну, всевозможными способами можно посмотреть также в поисковике Google. Этот промокод позволяет вам получить бонусные деньги на вашу рекламную кампанию в последующем. Более подробно вы можете, опять же, почитать. Это справки Google. Не будем заострять особое внимание на этом. Вот сюда вот можно внести. Далее. Вы выбираете тип аккаунта. Есть два типа аккаунта. Такой, как физическое лицо и юридическое лицо. Если вы используете в своей рекламной кампании информацию, как юридическое лицо, я советую вам, как юридическое лицо, заполнить все поля. Если вы как физическое лицо выступаете, то нажимаем «Физическое лицо». Заполняем все поля. Ленина. Офис. Город Московского. Так, область Московскую выбираем. Либо сам город Москва можете выбрать. И он просит еще индекс. Секундочку, постараюсь его быстренько сейчас, какой-нибудь индекс Москвы найти. Какой-нибудь из них используем. Потому что, к сожалению, без указания индекса он не пропустит дальше. Можете номер телефона указать, которым вы всегда пользуетесь, у которой будут информации от Google приходить. Также вы можете внести сумму платежа, который… Ну, получается, сколько вы готовы платить каждый раз, когда у вас закончится рекламный бюджет в Google AdWords. Я вам… Мы заполним здесь тысяча, к примеру. По тысяче рублей готовы кидать на рекламную кампанию. Далее вы можете выбрать способ оплаты. Их несколько. Какой вам удобный, такой вы выбираете. Вы выберем Киби, нажимаем галочку «Я принимаю условия использования Google AdWords» и завершаем обязательно номер телефона. Я укажу свой номер телефона, личный. Можете позвонить, если у вас какие-то вопросы, потом останутся по рекламной кампании. Все. Google сразу предлагает вам оплатить вашу рекламную кампанию, но мы этого сейчас делать не будем. Вы можете сразу оплатить, как вам будет удобно. Все, мы создали аккаунт. Тут есть подразделение, которым вы можете воспользоваться, если у вас какие-то вопросы возникнут, или вам просто интересно будет посмотреть. Переходим сам в аккаунт Google AdWords. Точнее, Google AdWords. Вот что из себя представляет. Кстати, при создании первой рекламной кампании Google вам предлагает пошаговое руководство. Вы можете им воспользоваться, если, например, что-то забыли. Достаточно емкое и интересное. Мы его использовать не будем. Вот что из себя представляет Google AdWords. Здесь есть всевозможные загладки, которые используются в рекламной кампании. Сейчас немножечко от него отвлечемся, о чем я хотела вам рассказать по поводу рекламной кампании. Каждая рекламная кампания начинается со сбора семантического ядра. То есть вам нужно будет собрать ключевые слова, которые вы будете использовать в вашей рекламной кампании. От того, как вы их правильно соберете, от того, как они будут эффективно работать, и как вы правильно их отминусуете, об этом я позже поговорю, расскажу вам, будет зависеть эффективность вашей рекламной кампании и сколько пользователей придут к вам на сайт. Вы можете это вручную из головы брать ключевые слова. Есть множество сервисов, которые предлагают составить за вас семантическое ядро. Мы воспользуемся планировщиком ключевых слов Google. По этой ссылке. Заходите. Он вам позволяет... Сейчас будет загрузиться. Он вам позволяет подобрать ключевые слова по нескольким параметрам, каким вам угодно. То есть все это здесь вы можете почитать. Но на первоначальном этапе я вам рекомендую использовать поиск новых ключевых по фразе, сайту или категории. Вы можете указать ваш продукт или услугу. Вы можете использовать целевую страницу вашу. Либо использовать таргетинги всевозможные. То есть местоположение, язык какой-то и что у нас используется, какая поисковая система. Мы, к примеру, возьмем ссылку... Ой, секунду. Ссылку на нашу целевую страницу, которую мы направили. Нажимаем «Получить варианты» и планировщик ключевых слов начинает нам собирать варианты поисковых запросов. Вот множество запросов, которые предлагает планировщик ключевых слов, которые вы можете использовать в рекламной кампании. Здесь он сразу выдает вам среднее число запросов в месяц. То есть сколько запросов в месяц набирают пользователи Google именно по той или иной ключевой фразе. Уровень конкуренции. То есть как часто используют эту ключевую фразу ваши конкуренты. И рекомендованная ставка по этой ключевой фразе. Также вы можете использовать это в своей рекламной кампании при настройке. Вы можете это загрузить в Excel и использовать в своей рекламной кампании. По планировщику, в принципе, никаких проблем не должно у вас возникнуть. Все достаточно логично и понятно. Ну, что касается семантического ядра, переходим к самому Google AdWords. Любая рекламная кампания составляется из... Точнее, любой аккаунт может быть составлен из нескольких рекламных кампаний. Каждая рекламная кампания подразумевает под собой какую-либо услугу, определенную услугу, либо определенный товар. Ну, к примеру, вот у нас первая рекламная кампания. Мы хотим в ней рекламировать только услугу. Контекстная реклама. Мы называем ее контекстной рекламой, чтобы впоследствии не потерять ее и разобраться вообще во всей структуре вашей рекламной кампании. Нажимаем «Сохранить». В каждой рекламной кампании есть группа объявлений. Группа объявлений включает в себя поисковую ключевую фразу. Каждая ключевая фраза... Я вам рекомендую под каждую ключевую фразу делать несколько рекламных объявлений. Для чего это делается? Для того, чтобы впоследствии работы рекламной кампании по этой ключевой фразе, вы могли посмотреть, как хорошо работает ваше объявление. Потому что вы предполагаете, что ваше объявление красиво составлено, все хорошо, все замечательно, но пользователям не понравится. Пользователи вливают разные. И когда у вас несколько рекламных объявлений, вы сможете по статистике потом посмотреть, на какой больше кликали, на какой меньше кликали, и где меньше кликов получили, то объявление исправить. Вот ключевая фраза, вот группа объявлений. Для того, чтобы нам добавить еще ключевую фразу, группу объявлений, добавляем. И также создаем, как ранее создавали, объявление. То есть указываем конечную страницу посадочную, указываем заголовок. У нас все то же самое, что мы ранее создавали здесь. Мы немножечко его поправим. Здесь делаем не быстро, качественно, а быстро и, к примеру, недорого. Так, кстати, вы можете здесь еще путь прописать. В каждом объявлении показывается адрес вашего сайта, основной. В пути вы можете написать... контекст, чтобы привлечь внимание пользователя, которые увидели ваше объявление. Он будет понимать, что кликнув на это объявление, он попадет на сайт, вот на ваш сайт, и попадет именно на страницу контекста. Далее составляете новый текст объявления. Контируем результат. Все, то есть мы заклонили, все это сделали. Далее делаем сохранить группу объявлений. Все, эту ключевую фразу, которая находится... Простите, я за... Да, все уже. Вот, на самом деле, мы немножечко неправильно сделали. Сейчас, секунду. Так. Ну, в общем, ладно. Сейчас, секунду, я вам покажу еще раз, как можно настроить. Простите, я вам покажу еще раз, как можно настроить. Я не могу сказать ощущение, я запутал о вас. Наверняка. Заходя в группу объявлений, мы выбираем объявления и потом уже добавляем объявления, а не группу объявлений. Вот здесь вот объявления. Выбираем текстовое объявление, либо графическое объявление и так далее. Ну, в принципе, мы молодцы, все равно еще группу объявлений одну создали. Мы вот создали одно объявление, и к этому группе объявлений мы можем добавить ключевое слово. Добавляем. Например, у нас была ключевая фраза «интернет-реклама». Здесь мы можем использовать ключевую фразу «настройка интернет-рекламы». Сохраняем. Все. У нас «настройка интернет-рекламы» добавлена. Опять же, вот смотрите, когда мы добавляем ту или иную ключевую фразу, Google нам сразу выдает статус «мало показов». Это означает о том, что по этой ключевой фразе мало показов, и, к сожалению, Google не будет показывать объявления именно по этой ключевой фразе. Поэтому нужно будет пересмотреть, исправить, к примеру, «настройка рекламы». Исправим. Сохраняем. Все. Оно допущено. То есть по этой ключевой фразе ваши объявления будут показываться. Так. Как еще можно будет сделать ваши объявления более качественными, более интересными для пользователей? Google AdWords позволяет добавлять расширение в объявления. Когда вы заходите, ну, вы выбираете, к примеру, группу объявлений номер один для ключевой фразы, заходите во вкладку «расширение объявления» и создаете расширение. Что такое расширение? Сейчас объясню. Вы можете использовать как дополнительные ссылки. Это позволяет вам в объявлении делать ссылки на страницы вашего сайта, к примеру, как прайс, там, контакты, акции и так далее. И пользователь, увидев данную дополнительную ссылку, может сразу же перейти на ваши контакты и позвонить вам. Уже не роясь на вашем сайте, несмотря на ваши предложения, если, к примеру, ему понравилось сразу объявление. Вы можете использовать расширения, такие как уточнения. Уточнения позволяют выделить ваши преимущества. К примеру, все, что касаемо, ну, если мы говорим по контекстной рекламе, касаемо, там, ну, быстрая настройка, сертифицированные специалисты и так далее. То есть использовать эти уточнения. Вы можете использовать расширение для рекламных объявлений, как номер телефона, отправку сообщений и так далее. Ну, мы, к примеру, выберем дополнительные ссылки. К этой группе объявлений добавим дополнительные ссылки. Делаем расширение. Так. И добавляем новую ссылку. Текст ссылки, о чем я говорила, например, нам нужна ссылка на контакты. Здесь указываем адрес. Вот у нас адрес. Копируем. Вставляем. И делаем сохранить. Если вы хотите, чтобы у вас ваша дополнительная ссылка показывалась только на мобильных устройствах, ставите здесь галочку на мобильных устройствах. Делаем сохранить. И все. Для этой группы объявлений у вас есть ссылка контакты. Вы дальше можете еще дополнительно выбрать 4 дополнительные ссылки к этой группе объявлений. Также дополнительные ссылки, ну, вот эти расширения вы можете для всей рекламной кампании делать и так далее. Вот все, что касается настройки Google AdWords на начальном этапе, что вам понадобится. Также, ну, Google AdWords достаточно такой, ну, немножко сложноватый, может быть, для начала, для первой рекламной кампании, для вас. Поэтому Google нам позволяет воспользоваться таким сервисом, как Google Express. Так, секунду. Сейчас откроем ссылочку на Google Express. Сейчас, секунду. Да. Что из себя представляет Google Express? Google Express – это тот же самый Google AdWords, но более упрощенная форма. Вид вот такой вот. Регистрация аккаунтов в Google Express происходит по той же технологии, что и в Google AdWords. Людмила, Людмила, я не вижу. А что вы показываете? Так, не видите. Секундочку. Секунду. Так. Сейчас попробую в этой закладке. У меня инкогнито, к сожалению, видимо, не видно. Да, теперь видно, окей. Сейчас. Так. Вот, Google, вы заходите в Google AdWords, точнее, в Google Express, также регистрируете там аккаунт. Все платежные данные он подцепляет с вашего аккаунта в Google AdWords, который вы заполняли. То есть там тоже не составит труда абсолютно. Вот здесь вы можете создать свою компанию. К примеру. Добавляем рекламную компанию. А вкратце можно рассказать, в чем разница и почему это отдельный сервис? Сейчас я вам расскажу, покажу. Просто это нужно на примере показывать. Немножко вперед забегая, Google Express позволяет заранее не сформировать вам семантическое ядро, и он сам подбирает вам все те ключевые слова, которые возможно использовать в вашей рекламной кампании по тематике посадочной страницы, к примеру, либо по вашей услуге, которая представлена на посадочной странице. Так. Выбираем сайт. Также. Слуги, сайт, текстная реклама. Ну, ладно. Будем это выбирать, чтобы время нам не тратить. Вставляем, делаем «Сохранить». Название компании забыли. Делаем «Сохранить», и он вам создает рекламную кампанию. Здесь вы можете выбрать три типа целей, которые преследуют ваша… Точнее, начать показ рекламной кампании, нужно будет… Все. Чтобы начать показ рекламной кампании, нужно выполнить три простых действия. Это выбрать цель объявления, создать объявление и задать рекламный бюджет. Нам нужно сейчас выбрать цель объявления, либо звонок в ваш офис, либо посещение вашего магазина, либо действие на сайте. Мы выбираем «Действие на сайте», то есть когда пользователь заходит на ваш сайт, он совершает какое-то целевое действие. Также вы можете дальше выбрать, где показывать вашу рекламу, либо по месту расположения, он выбирает. Вот я просто нахожусь в Челябинске, он мне показал, что я могу вот в этом объеме показывать рекламу, то есть захватывать какое-то определенное километры от моего местонахождения, либо показывать по городам, регионам и странам. То есть он вам сразу автоматически определяет, где вы находитесь и предлагает близлежащие города. Также он сразу вам показывает размер вашей потенциальной аудитории, то есть сети пользователей, которые находятся в Google и которых вы охватите. Мы выберем местоположение по городам, странам и регионам. Нажимаем «Продолжить». Выбираем язык, который вы будете использовать в ваших объявлениях. Мы выберем русский. И он вам предлагает сразу выбрать товар или услугу, которую вы будете рекламировать в объявлении на основе той посадочной страницы или того сайта, который вы указали ранее. Мы выберем агентство интернет-рекламы. Здесь вы можете сразу выбрать рекламу, точнее выбрать, где показывать рекламу пользователям, показывать рекламу пользователям, которые ищут следующие услуги. Если вы хотите показывать пользователям, которые ищут услуги хостинга, то вы ставите галочку. Если вам услуги хостинга не нужны, галочку, естественно, выбираете. Можете поставить там услуги, создание сайта и так далее. Все, что вам необходимо для того, чтобы показывать ваше рекламное объявление. Сразу же увидите тот размер потенциальной аудитории, который вы захватите, если выберете. Если мы ставим галочку услуги хостинга, размер потенциальной аудитории увеличивается. Он нам не нужен. Делаем продолжить. Далее мы создаем объявление. Объявление также по аналогии создается, как и в Google AdWords, то есть пишется заголовок. Второй заголовок, где мы можем преимущество писать текст само телообъявления. И посадочную страницу выбрать, да, он попадет. Но вот у нас, раз про контекстную рекламу, все-таки сделаем другую посадочную страницу, чтобы уже все правильно. Ставим. Делаем. Также вы можете, кстати, предварительно посмотреть, как он будет выглядеть, объявление. Делаем продолжить. Сразу определяю... Google Express вам позволяет определять ту сумму, которую вы будете тратить. К примеру, вот в Google AdWords вы можете выбрать там 100 рублей, и у вас фактически 4 тысячи в месяц максимум получится потратить на рекламную кампанию. Можете увеличить рекламный бюджет, сделать там 992 максимально, который предлагает Google. Тогда вы 18 тысяч в месяц потратите. Вот далее Google вам сразу делает прогнозируемый рекламный охват, то есть вы сможете получить 680 кликов по вашим объявлениям, то есть 680 пользователей кликнут и зайдут на ваш сайт, и примерное количество звонков – это 1135. Сразу говорю, что это все, естественно, статично, и это не означает, что вы вот прям точное количество этих кликов получите и точное количество этих звонков. Ну, это все среднестатистические данные. Далее нажимаем «Продолжить» и проверяем настройки нашего объявления. Цель действия на сайте, как выглядит наше объявление, адреса, где будет показываться наша реклама, то есть пользователи заходят в Google, их автоматически определяет Google, где он находится, и вот этим пользователям будет реклама показывана. Здесь вы смотрите, правильно ли вы указали товар или услугу, можете сразу изменить, и просчет рекламного бюджета, и определить телефонные звонки. Я вам рекомендую все-таки добавлять возможность телефонных звонков. Если, например, заходят там с планшета или телефона, они автоматически могут, не автоматически нажав на ваше объявление, могут вам позвонить. То есть мы нажимаем «Изменить параметры», указываем номер телефона, который нужен. Там плюс 7. И нажимаем «Сохранить». Все, телефонные звонки у вас подключены, все нормально, проверили все у нас настройки правильно, нажимаем «Продолжить». Тут же у вас подтверждение платежных данных, которые из Google AdWords подцепились. Эту оплату вы можете изменить в любой момент, что в аккаунте Google AdWords, что в аккаунте Google Express. Также вам предлагают внести промокод, если у вас он есть. Если есть, вносите и нажимаем «Продолжить». Все, мы создали рекламное объявление, теперь можем перейти к панели управления и посмотреть в панели управления Google Express. Вот ваше объявление. Когда вы внесете деньги на рекламную кампанию, у вас начнутся показы, и вот здесь будет собираться статистика, сколько было просмотров по вашему объявлению, сколько было кликов, какие поисковые запросы были. И вы можете потом перейти в Google Analytics. Ну, это абсолютно другая тема, другого вебинара очень обширная. То есть Google Express позволяет вам создать одно объявление, сам подбирает вот здесь вот поисковые запросы. Это будет немножечко попозже, когда он сейчас... В общем, это объявление, которое мы создали, просматривает сейчас модератор, и все ли нормально с этим объявлением. Как только оно пройдет модерация, у вас здесь сейчас какое-то время, ну, через минут 15-20 появятся поисковые запросы, которые Google Express для вас собрал. Как только появятся у вас деньги на рекламную кампанию, будут собираться просмотры, клики и так далее. Если, к примеру, вам нужно будет впоследствии добавить какое-то либо объявление, ну, к примеру, у вас там помимо контекстной рекламы, помимо одной услуги вы хотите еще одну услугу рекламировать, вы можете, зайдя в веб-сайт, и создать еще одно объявление. И так их очень-очень много может быть. Также Google для вас подберет определенные ключевые слова, которые он считает нужным и которые будут, как он считает, ну, будут эффективны именно для вашей посадочной страницы и для вашего рекламного объявления. В принципе, у меня все по поводу настройки экспресса. Да, у меня два вопроса. Вот тут спрашивают в чате, как состыковать с Google Analytics это вообще все самым простым способом. В смысле рекламная кампания Google Analytics? Да. Ну, вот как отслеживать конверсии вообще, как это все? Это вот где-то внутри или это надо как-то связывать? Ну, во-первых, нужно связывать рекламные кампании с Google Analytics, то есть прописывать в рекламных кампаниях при настройках номер счетчика Google Analytics. И тем метки надо ставить или как, или что? Нет, 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 нет. Там у вас будет определенный номер вашего, вашего Google Analytics, который подцепляется к рекламной кампании. Это делается в настройках. На самом деле сейчас, блин, ну это для меня будет сейчас сложновато найти. Долго будем рыться на самом деле. Окей, я понял, да. То есть это просто надо делать отдельно, хорошо? Да, это нужно подцепить. В общем, ваши программисты прикрепляют к вашему сайту Google Analytics, дают вам номер счетчика. Понятно, да. И вы прикрепляете это к рекламной кампании. Все, хорошо. Вопрос еще следующий, если пропустил, возможно. И все-таки, в чем разница между AdWords, полной версии и Express? И почему все-таки стоит использовать полную версию? Или вот как? Да, да. Вот смотрите. Чем мне, лично мне не нравится, не очень нравится Express? И я все-таки предпочитаю настраивать рекламную кампанию в полной версии AdWords. Потому что, во-первых, Google Express, он сам подбирает семантическое ядро, и вы туда добавить новую ключевую какую-то фразу не сможете. Вы сможете только из предложенных Google Express фраз либо отключить, либо включить фразу. Вот, она, к примеру, она мне не подходит, я, к примеру, я хочу еще туда добавить. Да, к примеру, у меня ключевые фразы все устраивают, но я хочу еще больше добавить. Google Express это не позволяет, к сожалению, делать. В AdWords вы можете сколько угодно количество фраз добавлять, сколько угодно группа объявлений. Это, во-первых. Во-вторых, Google Express создает одно объявление для всех ключевых фраз. О чем я говорила ранее, я все-таки повторюсь, каждое объявление должно быть релевантно к ключевой фразе. Если пользователь набрал, к примеру, там, настройка контекстной рекламы, он должен увидеть в заголовке объявления настройка контекстной рекламы. Если он, к примеру, набрал там создание сайта, он должен в заголовке увидеть создание сайта. Тогда он наверняка кликнет по вашему объявлению. Google Express, он одно, один заголовок использует для всех ключевых фраз, которые он предложил. К примеру, у вас там может быть настройка рекламной кампании, у вас может быть там просто ключевая фраза рекламная кампания, или там возможности рекламной кампании, которые, все те ключевые фразы, которые он предложил, но заголовок, он используется один, единый. И вы не сможете, опять же, отсмотреть эффективность того или иного объявления для той или иной ключевой фразы. Все-таки эффективность рекламной кампании очень важна, и в частности эффективность объявлений. Потому что еще раз... Да-да. Да-да-да. Не, я просто хотел понять. Ну, например, допустим, вот я в том числе не коммерческая организация, или, допустим, там коммерческая, но никогда не сталкивался с AdWords. То есть, как я вижу, я бы начал следующим образом. Я бы все-таки попробовал бы Express сначала, посмотрел бы, да, какие-то результаты, и уже потом попробовал перейти в полную версию, чтобы просто понять, что можно уже улучшить что-то. Ну, возможно, это не единственный путь, который, да, есть. Но просто AdWords Express, он дает как бы более быстрый такой вход, да, где более простые настройки, и там не надо особо как бы думать. Да, здесь такие инструменты, то есть вам не надо заморачиваться, всю рекламную кампанию на самом деле в Express можно создать за минут 15. То есть если вам нужно сейчас быстро и не заморачиваться, то да, без проблем, Express это да. Если вы потом впоследствии захотите более точечно подойти к рекламе, более эффективно ее настроить, то пользуйтесь AdWords. Так, вот еще у меня есть следующая информация про НКО. Я вот хочу ее прочитать, просто я думаю, что она, в принципе, открытая. В общем, те организации некоммерческие, которые получают гранты, это, по сути, 10 тысяч долларов, условно, виртуальных долларов, которые нельзя вывести, их можно потратить на именно продвижение. Вот. И есть такая информация, что максимальная стоимость клика для НКО по гранту, и нужно тратить примерно 319 долларов в день. И это только контекст. Вопрос, во-первых, следующий. Что такое CTR и почему он должен быть выше 1% и вообще это много, мало? Так, ну что такое CTR? CTR – это процентное соотношение к показам и кликам объявлений. То есть сколько процентов посмотрели и кликнули на ваше объявление. CTR – очень такой хороший, качественный показатель эффективности вашей рекламы, потому что, если, к примеру, неправильно составлено ваше объявление, ну, некрасиво оно составлено, либо там какими-то галактическими ошибками, кликать на ваше объявление не будут. Тогда смысл рекламы компании пропадает. Поэтому все агентства, все люди, которые настраивают контекстную рекламу, стремятся увеличить этот CTR. Еще раз, CTR – процентное соотношение количества показов к количеству кликов. Ну, то есть, например, это один человек из кликов, ну, это 1%. Ну, получается, да, так. Да. То есть, вот, хорошо. А вот то, что ограничена максимальная стоимость клика, это же тоже как-то усложняет немножко жизнь? Ограничена максимальная стоимость клик. Но это не так слишком ограничивает. На самом деле, все, что касается НКО, это не такая конкурентная среда, как, к примеру, какие-либо коммерческие организации. Google исходит из своих правил. У него, простите, он выставляет рекламу, там, в спецразмещение либо в гарантию, в зависимости от того, во-первых, какой у вас рекламный бюджет задан и какие ставки за клик выставили ваши конкуренты. Вот. Так как в НКО небольшая конкуренция, то вы наверняка попадете в спецразмещение. То есть, первые строчки поисковой выдачи с пометкой рекламы. Вот. Кстати, Алексей, по поводу траты рекламного бюджета, которые тоже фиксированы, которые вы должны тратить. Тут тоже, если, к примеру, он у вас не будет тратиться, вам нужно будет наращивать количество плечевых фраз ваше рекламное бюджетное. Также вы можете там их посмотреть. Все зависит от количества кликов. Чем больше кликов, тем больше тратится рекламный бюджет. Ну да, логично, потому что там трата заклики, в принципе, либо запоказана. Окей. И вот я хотел еще про НКО сказать такую штуку, что, ну, может быть, там вы в курсе, там все, кто слушает, может быть, нет, но это относится именно к некоммерческим организациям. Суть в чем? В том, что большинство из некоммерческой организации либо собирает пожертвования, ну, собственно, деньги, да, на какие-то там свои цели, проекты и так далее. И вот многие, собственно, используют AdWords на то, чтобы переслать, как бы, людей на страницу пожертвования. То есть это вот такая мысль, что это неправильно. То есть вы, получается, тратите виртуальные деньги на то, чтобы вам сделали, ну, то есть вы хотите перевести виртуальные деньги в реальные, условно говоря, да, чтобы человек пришел, увидел объявление, перешел по ссылке, зашел на ваш сайт и, например, сделал пожертвование. Так вот, есть такое мнение, что это не совсем правильная стратегия. И лучше тратить на другие какие-то вещи, вот, на другие действия на вашем сайте, скажем так. Вот это я просто говорю по опыту Руслана Шкурова, автор проекта DonorSearch. Вот, это поиск доноров крови. Хорошо. А если еще какие-то вопросы, если есть, напишите, пожалуйста, в чате. Так, я хотел бы еще потом показать несколько слайдов. Вот, есть ли вопросы к Людмиле? В любом случае, я думаю, что есть электронная почта, да, если что-то, какие-то вопросы будут, я могу просто дать электронную почту, да, и человек может задать вопрос. Да, конечно. И в презентации, в которой вы вышлите, все мои контактные данные указаны. Обращайтесь. Чем могу, тем помогу. Вполне возможно, что попробуем настроить вместе рекламную кампанию. Пару слов еще о том, все-таки на вашем веку не было, вот, каких-то некоммерческих проектов? На самом деле, Алексея, не было, и было бы очень интересно, на самом деле, настроить именно для некоммерческих организаций рекламную кампанию, ну, чисто для своего опыта, для кейсов. То есть вы готовы, вопрос, да, такой, а вы готовы потратить свое время на это, сделать это бесплатно или неизвестно? Ну, это мы оставим на потом, когда пообщаемся с тем, кого это заинтересует. В любом случае, всегда можно прийти к определенному условиям. А еще вопрос. Вот вообще по времени. Сколько занимает время для настройки кампании, вот прям, допустим, с постановки цели, да, вот что нужно сделать, и вот до, как бы, создания полноценных объявлений уже, то есть, ну, то есть, хочу понять, это неделя, там, это две недели, это месяц, там, я не знаю, там, ну, я имею в виду сбор ключевых слов, там, семантическое ядро, анализ сайта. Это вообще долгий процесс? Для новичков долгий. Для людей, которые, ну, более или менее знакомы с настройкой рекламной кампании, в среднем может занять где-то часов, наверное, 8-9. Ну, то есть, я хочу вот спросить, а какая стратегия, как вы думаете, лучше сделать? Вот, допустим, человека, который вот совершенно ничего не знает об этом, то есть, нужно просто каждый день понемногу делать, или как это? Или это надо сесть прям вот целый день сидеть и заполнять что-то, или как лучше? Нет, 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 человек, который вообще не знает, я рекомендую тратить на настройку рекламной кампании не больше трех часов. Впоследствии вы просто запутаетесь, у вас голова будет большая, квадратная. Лучше потихонечку. Например, первый день – это составление семантического ядра, то есть сбор ключевых фраз. Второй день – это распределение по кампаниям. Третий день – это уже формирование групп объявлений. Ну, я правильно понимаю, что там все автоматически сохраняется, или надо везде нажимать «сохранить»? Нет, это в любом случае автоматически сохраняется. Как я и говорила, аккаунт единый, то есть, все, что вы, какие-либо действия производите в том или ином приложении Google, это все сохраняется. Так, ну что, есть ли какие-то еще вопросы? Вопросы, вопросы. Если вопросов нет, то, в принципе, тогда, Людмила, я могу вас уже отпустить. Вот, я просто еще хотел показать там пару моментов, которые мы публиковали уже по этой теме, вот. В общем, я говорю большое спасибо за ваше время и за ваш рассказ. Я думаю, что многим стало понятно, и потом записи, кто будет смотреть, тоже будет понятно. Вот, и есть электронная почта, так что вы можете писать, если будут какие-то вопросы. Хорошо, спасибо вам большое. До свидания, всего доброго. Да, спасибо, до свидания. Так, по поводу презентации, да, можно будет скачать. Сейчас я это включу. Давайте сначала попрошу только вас заполнить, пожалуйста, форуму по нашему вебинару. И просто, чтобы мы как-то смогли улучшить наши вебинары, пишите честно. Там буквально несколько вопросов. Да, я хотел показать просто несколько моментов сейчас. Во-первых, у нас есть видеоурок по тому, как вообще AdWords. То есть это тоже небольшое видео, да, о котором я говорил. Так, сейчас начать демонстрацию. Нет. Окей, ладно, без демонстрации тогда. В общем, вот рекомендую вам посмотреть вот эту ссылку. Ну, это видеоурок о том, как вообще настроить компанию. Ну, там очень кратко и тоже понятно будет, может быть, если вкратце хотите посмотреть вообще. И второй момент. Очень полезный материал. Как раз вот я упоминал Руслан Шкурова из «Донорсерч». Вот он проводил или участвовал в метапе в Казани недавно. И он рассказывал более подробно о том, как бы вообще, что это такое с точки зрения именно НКО на своем опыте. Вот. И тоже очень рекомендую посмотреть. Там есть ссылка на презентацию. Там есть... Так, да, не работает. Там есть... То есть тоже очень рекомендуем. Вот эти два материала, я думаю, что они прям очень полезны будут в дополнение к тому, что вы сегодня узнали. Так, презентации можно скачать в разделе «Документы». посмотреть во вкладке, точнее, вот. И если есть какие-то вопросы еще, давайте подумаем. Задавайте, я могу ответить. Если нет вопросов, то, в принципе, можно уже заканчивать. И я всегда рад буду ответить на ваши вопросы. Вы можете мне написать напрямую, либо в Фейсбуке, либо по электронной почте. Все, тогда, если вопросов нет, большое вам спасибо за внимание. И тогда встретимся на наших следующих вебинарах. И, кстати, наш следующий вебинар уже будет скоро. Он будет во вторник. Я сейчас, кстати, вам скину ссылочку. Мы уже его анонсировали. Этот вебинар будет с представителем компании SEO-пульт. Так, сейчас я ссылочку хочу найти. Да, и мы поговорим вообще в общем о SEO, потому что у нас тема апреля – это SEO, это Search Engine Optimization, то есть оптимизация в поисковых системах. Вот, и мы более подробно поговорим о том, собственно, как это все работает для некоммерческих организаций. Так, и сейчас я скину вам ссылочку. Ссылочку, ссылочку. Да, вот. Собственно, эти две ссылки полезные. И вот еще анонсирование следующего вебинара будет во вторник, 25 числа. Тоже в 15.00 по Москве. Вот, хорошо. Если будут какие-то вопросы, пишите. Еще раз большое спасибо. И тогда до скорых встреч.